Доброго-доброго-доброго дня, дорогие телезрители! Снова в рубрике «По дворе» с вами Дмитрий Аргунов. Очень отрадно даже в отпускное время посвятить время тем темам, которые интересуют вас, дорогие телезрители. И мы снова в гостях в компании «Элеком», которые за время, которые мы в прошлый раз здесь были, успели отбабахать себе хороший такой нормальный фасад. Павел, если можно показать фасадик новый «Элеком», я думаю, что покупателям, то есть вам, дорогие телезрители, будет приятно в такой вот очень теплой современной обстановке производить покупки необходимых для строительства вещей. Что касается строительства, немного философии. Конечно, нынче сезон выдался, скажем так, нелегким. Материалов, сами видите, вообще никаких нет. Но, тем не менее, строительство идет. Вот были у меня знакомые, которые говорят, о, не было там бруса и так далее, пришлось строить из шлакоблока. Выход есть всегда. То есть альтернативные какие-то конструктивные материалы, они есть. Нужно их активнее осваивать. Были очень такие диспы по поводу МХМ, который применяется для восстановления домов без кюли, которые пострадали от лесного пожара. МХМ – это одна из лучших энергоэффективных технологий. И вот у нас коллега Александр Лебедев уже пятый год, когда мы начинали рубрику «Дом с умом», он себе поставил небольшой дом из МХМ по-кровски. И по результатам замеров при помощи тепловизоров, то есть энергоэффективности, МХМ показал себя наилучшим способом. То есть чуть ли не на втором месте был после тех конструкт современных материалов, которые применялись. То есть после базальта МХМ – это, по-моему, оптимальное решение. То есть нет никаких устадок вот этих, да, то есть в принципе счетового домика же. Теплопотери нет, потому что доски расположены в шахматном порядке. Вообще шикарная тема. И поскольку мы затронули Бескельда, ну, конечно, там причина была лесные пожары. Но у нас домовладения, домохозяйства еще и горят по очень распространенной причине. Это некорректный монтаж электрических коммуникаций. Короткое замыкание. Короткое замыкание. Да. Очень много. И самое, не то что обидное, а самое прискорбное то, что в этих пожарах еще и гибнут наши с вами соотечественники. Да, поэтому мы посчитали тему правильных укладок, монтажа электрических коммуникаций наиболее значимой темой. И сегодня нам помогает наш давний знакомый Арсен Китцин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с тех вещей, которые, наверное, в основе лежат. Когда тем людям, которые строятся, нужно задумываться о прокладке коммуникаций? Я так думаю, что на стадии проекта еще, да? На стадии проекта, конечно же. Как это будет прокладываться? Где? Можно любыми способами, не только один. Есть у нас гофрированная труба, кабель-каналы. Люди некоторые используют просто скобы. Все, возможно. Ну, в доме, в частном доме, то есть деревянном, в основном у нас идет кабель-канал, гофрированная труба. В квартирах, сами понимаете, там штробят все это. У нас тут получается и гофра, ПВХ серая, полиэтиленовая, гофра черная, полиэтиленовая низкого давления идет. Металл рукава, это уже для прокладки внешней степи, то есть на улице у нас идет. Лотки у нас представлены ниже, сеточный лоток, непроферимый лоток с крышкой. Для каких, Арсен, прошу прощения, кабелей-то? Это получается какой-то силовой кабель с подстанции, там, гресса нужно тащить и укладывать такие вот... Ну, примерно такого, да? Примерно, это просто еще тут большой размер стоит. Также есть, допустим, такого же варианта. Некоторые берут для прокладки, вот, с подстанции, вы правильно заметили. В основном это промышленность, да. Не, ну, по единственной ради, скажем, что люди ставят себе в качестве резервного источника питания дизели, мощности которых хватило бы на небольшой поселок типа Батамая. А, ну да. Смыву. Это, да, условно, да. Дом большой, скажем так, под тысячу квадратов. Для резервного питания они подключают такой вот, в общем, большой мощности дизельный генератор. Начнем, давайте, вот, с кабель-каналов, да. Астет, бытует мнение, что кабель-канал, он портит, скажем так, вид. Вот, представьте, скину из свежеструганного бруса, да, и вот там вот такие вот конструкции. Как вы на это смотрите вообще? Никак не портит. Никак не портит? Он и защищает от внешних механических повреждений. От короткого замыкания, если внутри произойдет какое-то маленькое возгорание. Это, мне кажется, это намного лучший вариант, нежели все в открытой остановке скобами. Тут у нас три цвета представлены. Белый. Самый распространенный, да? Самый распространенный. Цвет сосна, цвет светлого дерева. Дуб. Темное дерево. Все это компания ЕК. Как оно защелкивается? Я, кстати, до сих пор, поскольку я ни разу не сталкивался с монтажом в деревянных домах. Так, требуется нам вообще, по идее, отвертка на минус. На минус. Да. Просто отогнуть вот эти клеммы, да? Да, да, да. Можно же сделать проще вот так выдвинуть, да? Можно выдвинуть вперед. Выдвинуть вперед и покажем вот эти вот защелочки. Ку-ку. Вперед. Бывает такое, что... Это, кстати, показатель качества на кабель канала, который не отщелкнется в ненужный момент. Ну, серия ликор хорошая у нас идет. Вот такие вот защелки, которые входят специально. То есть кабель укладывается в вот это пространство. Само основание монтируется через вот эти вот дырки на стене. И крышка получается очень плотно и надежно фиксирует кабель вот в отведенном для него месте. Принцип такой же, да? Принцип такой. Ага. Все. Сталкиваемся с тем, что когда техусловия получают, и т.д., и т.п., нужно проложить СИП, да? СИП? Да. Ну, в смысле, от столба до ввода. Да, ввод в дом. До ввода в дом. И начиная вот с точки входа в СИПа, начинается требование у энергетиков. Да, металлорков. Вот металлорукава, почему у него большая степень защищенности, чем нежели вот это вот? Ну, потому что тут идет оцинкованная сталь. Прямо такого прямого нету, что металлорукав заводить в дом. Можно и гофрой обычно использовать, потому что это все идет воздушным путем, не по земле. Металлорукав хорошо используется в земле. То есть, есть два вида, получается, с внешним покрытием ПВХ, как вот это, допустим. То есть, у нас идет оцинкованная сталь, внутри идет зонт, который протягивает кабель. Допустим, у нас метраж довольно большой будет. И вот так вот протягиваешь. То есть, у него степень защиты сейчас IP-65. Он, в частности, идет герметичен. Есть просто сталь, просто сталь идет. Просто внешних механических повреждений, от грузунов тех же самых. Это все как бы в земле. Слушай, а получается, метод укладки коммуникации под землей, он достаточно распространенный сейчас, да? Да. То есть, нет такого, что вот, допустим, у меня летний домик, и обязательно сопля вот это висит, сипели что-нибудь для прокладки в другое строение. Можно проложить просто под землей или там, элементах забора, скажем так. Тоже же, в принципе. Ну, если тоже можно. Трубы там лежать, допустим, на лежках. Можно же там проложить, в принципе. А вот по степени защиты от молнии, от каких-то, скажем так, больших разрядов, которые не по нашей вине происходят. Природные явления. А, природные условия. Да. Ну, тут смотрите, тут, да, это хороший вопрос. Я думаю, нет, конечно же, будет отключение света, замыкание в этом же духе. Прямо, если молнии или что-то либо такое. Сразу будем честны, то, что это не прям герметичность. Там у него нет никаких прорезиненных моментов. То есть, те же самые природные условия, то есть, вода затечет, полностью покрытие будет. Тут уже, конечно, это не поможет. Вот, молния, прямой ток большой мощности. Я думаю, тоже будут, конечно, какие-то поломки. Ну, как-никак, условно, это в любом случае лучше идет защита. Конечно. Как Арсен сказал, даже те же грызуны любят почему-то, ну, современные строительные материалы очень сильно грызть. Возможно, дело в каких-то этих. Так, и непосредственно к своему каналу, да, вот у нас очень такой у людей стереотип такой. Если розетки, тянем два с половиной, да, если освещение, полторушку тянем. Да. Ну, это стереотип. Но кабель при этом еще бывает... Делится на марки. Марки, нет, еще и, скажем так, очень сильный показатель по качеству, это ТУшная или ГОСТовская же, да, как? Да, это верно. Ну, в целом, вот эту вот маркировку, мы же говорим сейчас о том, чтобы свет, который горит в ваших домах, не стал причиной бед. То есть, защита от возгорания, от пожаров и так далее. Вот этот кабель, давайте мы попробуем сейчас просто посмотреть структуру, да, Арси, и немного поджечь. Стандартный кабель, ВВГ, НГ, ЛС. Так, вот эти вот, ВВГ, НГ, ЛС и так далее. Давайте на человеческий язык, если перевести, что это означает? Начнем с обратного. ЛС, это у нас получается оплетка из лоусмок, с английского, то есть без выделения дыма при возгорании. Мало ли может произойти. Дальше у нас идет НГ, аббревиатура, это НГРЮЧИСЬ. Да, то есть они распространяют огонь и само потухаются, пытаются так. И ВВГ, поливни хлорид, то есть это вот эта оплетка у нас идет. Три жилы медные у нас, это 3 на 2,5 серии ТУ-1. ТУ тоже делится на части ТУ-1, 2, 3. Это у нас приближенная ГОСТУ идет. Сейчас мы, конечно... Это ТУ-шный кабель, да? ТУ-шный, чисто ТУ-шный кабель. Три на 2,5. Такой кабель идет, получается, у нас на розетке с заземлением. Это в основном квартиры. Ну, сейчас очень стали брать новые частные дома, заземление начали ставить. И розетки с заземлением. То есть если у вас розетки с заземлением, если заземление, вам нужен будет такой кабель. Стоп, давайте вот на этом моменте до того, как мы, скажем так, будем поджигать деструктивным заниматься, заземление. Ну, как правильно сделать заземление, вот особенно в частных домах? Есть убеждение, что нужно чуть ли не 9-метровый штырь туда вколотить, ну, или там скольки метровый. Вот эти вот требования. По вашему мнению, как человек, который обладает технической подготовкой, заземление как должно быть устроено в частном доме? Как устроено? Да. Так, ну, заземление. Смотрите, давайте брать от большого. Будем честны, большой дом, маленький дом, средний дом. Заземление ставится, ну, по статистике где-то примерно... В 20%? В 20%. В 20%. Да, все остальное, ну, заземление, ну, подумаешь. Да, кто-то не видит в этом плюсов. А плюсы какие, наличие заземления? Защита. Защита. Короткого замыкания того же самого, отключения устройства какого-либо. Что у нас еще может от влаги то же самое, если в квартире, в комнате, в ванной комнате. Ну, давайте мы попробуем, вот, кстати, хорошая тема для одной из будущих передач, да, правильно обустроить заземление в частном доме. То есть нужно ли 9 метров, там, или достаточно будет полутора метров, кольцом прокладывать или чем-нибудь иным. Об этом мы поговорим в одной из следующих программ. А мы пока вернемся, скажем так, к моменту деструктива. Их бокорезы, да, давайте мы освежим срез. Арсет, не против? Не против. Освежили. Вот же. А, вот, глубже надо. Да, да, да. Все, срез освежили и смотрим. Это медный кабель, три цвета. Обычно как маркируется? Монолит у нас идет, то есть кабель цельный. Не многожильный. Такой хорошо прокладывать дома, потому что у него сопротивление меньше. Это сколько? Два с половиной ту? Два с половиной ту. Два с половиной ту. Ну, берется зажигалка, совершенно обычная. И в руках Арсена пытается... Не знаю? Да, начинаем. Погода же сейчас безветренная. Да, вроде, да. Да. Горелкой, конечно, это не то. Видим, что края, они оплавляются, да? Да, вот, оплетка оттаивает. Да, но такого... Сразу же потухает. То есть он не продолжает гореть. Да, а обычный ПВХ, он очень хорошо горит, еще и капает, скажем так, горящими каплями. Возьмем, не край, попробуем так. И это, ребята, это двушный кабель, да? То есть ГОСТовский он ведет, ну, не по факту, а по заявленным характеристикам, он должен себя вести еще лучше. Но ГОСТ же, наверное, относится чисто к сещению, да? Материалы, которые используются для изоляции, для защиты, они одни и те же. Конечно. Горения нет. Горения нет. И, друзья мои, в принципе, еще раз говорю, использование правильных материалов для прокладки электрической коммуникации – это залог вашей безопасности. Помните, об этом нужно всегда. И очень много мы видим сводок от короткого замыкания, там, сгорело строение такое-то такое. Не дай бог каждому из вас столкнуться с этой бедой. И еще раз, вот эти вот, вроде бы, скажем так, те формальности, которые, говорят, приходят электрики, говорят, почему у вас гофри не проложено, почему у вас металлорукат не применен и так далее, они тоже написаны кровью. Поэтому важно знать, нужно знать и нужно обязательно применять. Арсен, еще один вопрос. А вот те, скажем так, лохари-дома, богатые дома, которые, ну, с хорошей отделкой, внутренней деревянной, да, и они используют такие битые, красивые… Ретропроводку? Да, ретропроводку, в текстильной такой оплетке. Вот как они обходят вот это вот, вот это вот требование прокладывать? А, в смысле, вы имеете в виду кабель-каналы, гофра они используют? Ну, это уже на их рассмотрение идет. Нет, а как там защита происходит? Защита? Как в советское время, вот на этих горшочках? Да. Вы видели, как розетки выглядят вот такие? Да. Ретро, выключатели, это же вот все под сабдепт сделанное. Защиты таковой, такой проводки нету, если честно говоря. Витая чистая пара у нас, скрученная. Максимум защиты может быть, в основном, это заземление. Ну, бывает трехжильный кабель, либо заземление отдельно проводят таким проводом, одножильным. Такого защиты, конечно, нету, но эта защита, наверное, у них идет уже заранее. То есть, в момент установки, в щитовой все. На каждый момент идет какой-то узо, диф-автомат, условно. А чисто технологически, вот в составе этой красивой очень оплетки, она же бывает разных цветов-то, так же, как и кабель-канал, да? То есть, она может быть белой, черной, коричневой, да? Коричневая, да. Ну, никаких таких защитных свойств не заложено в оплетке, в самой штуке? В оплетке есть, конечно, есть. Там, получается, тоже на основе полинихлорида идет, но, я не знаю, я бы лучше все равно защитился любым способом. Кабель-канал тот же самый, гофра. Ну, так красота красотой, конечно. Да, но в деревянных домах еще есть еще один же вариант. То есть, на стадии строительства прокладываются в стенах прямо сквозные отверстия, да? Через все венцы бруса или что-нибудь прокладываются в гофре канал и выводятся розетники или под розетники, ну, под выключатели. Тем самым, как вот еще раз говорю, насчет кабель-канала, конечно, мне не бывает спорно, да? Типа, они портят там и так далее. Вот этот момент тоже, в принципе, еще раз, чем раньше вы займетесь мыслями о укладке электрической коммуникации, тем лучше. Вообще, у меня в доме, к примеру, у меня ластака, провод везде сидит в стенах, да? Там специальное отверстие предусмотрено, в которых мы проложили с помощью, кстати, тоже магазинного электрон, гофрированный, тоже гофру. Проложили кабель, вывели все коммуникации, то есть, коробочки вот эти вот и так далее. И все стоит абсолютно скрытно, то есть, стены ничего не мешают. Там среда негорючая, базаль. Замечательно. Вот эти вот штучки, Арсен, давайте приседем чуть-чуть. Я так понимаю, что это большой кабель-канал, да? Это трехметровый, не перфорированный лоток сидит. Почему не перфорированный? То есть, он у нас цельный идет, также есть перфорированный, ну, они, сама перфорация говорит о точках. Эта крышка у нас идет отдельно. Размер у него, получается, ширина 150, высота на 50. Это миллиметраже, я вам говорю. Полностью 3 метра цельная цинкованная сталь, хорошая, плотная. Есть также и большие размеры, есть даже чуть-чуть поменьше. Есть вот упрощенный вариант, он сеточный. Почему, допустим, сеточный, да? Зато тут монтаж будет легче в будущем. Стяжками прикрепили и все, да? Да, да, да. А чего предохраняет вот этот сеточный? Я понимаю, вот это вот... Нет, это именно прокладка идет. А, то есть, маршрутизация просто кабель. Да, да. И это тоже? Да, тоже самое. Ну, а материнческие же повреждения, там, машина переедет, там, что-нибудь типа такое. А почему такие большие? Ну, ребят, мы видим кучу примеров, когда люди возле домов там ставят ангары, гаражи и так далее, и устраивают там объект бизнеса, скажем так, да? Почему нет? Так что вот эти моменты тоже, я думаю, были бы полезны. Что еще из средств защиты электрической коммуникации вы бы посоветовали для частных домовладельцев? Дополнительно? Дополнительно. В смысле не имеется в виду вообще? Да. Мне кажется, это надо сделать, ну, все на плане... В плане... В плане... В плане... Ну, дома вообще. В становлении. Планировки, то есть... Забыл слово. Получается... Сначала возьмем счетовой, скорее всего. Полностью защиту правильную. По нагрузке. Правильные автоматы. Правильные автоматы, подобранные номиналом ампераж. Правильная нагрузка, расчет. Техусловие просто тоже же не просто так дает. Некоторым домам рассчитывают, допустим, на 5 киловатт, но они потребляют больше. Тут и возгорание происходит. Это надо все учитывать, прислушиваться мнению специалистов. Часто бывают такие моменты, то, что хотят, хотят. Но лучше, конечно, мы всем все подскажем, все разрулим, как сказать. Обращайтесь специалистами, зелеком. Еще раз говорю, ребята компетентные. Насчет трехфаз. Бывает мнение, что, ну, те, которые занимаются доменем, даже хобильным, скажем так, творчеством, да, некоторые станки потребляют трехфазное электричество. Да. Вот эти моменты. То есть, когда вы подаете заявку на тех присоединений, вы должны уже рассчитывать, вы подключаете однофазку или трехфазку, да? Это да. Это, во-первых, от вас зависит. Потом рассматривает, допустим, тот же самый энергосбыт. Смотрит, что и вопросы задает, что у вас будет подключаться. Если это обычный дом, допустим, 50 квадратов. Однофазки хватит, да? Да. Ну, некоторые в гараже тоже станки ставят трехфазные. Тот же самый котел уже, вот, генераторы бывают. Ну, по дому-то у нас идет однофазное напряжение. Это на определенный какой-то момент... На определенный узел потребления подводится трехфазное напряжение, получается, да? И от себя лично я бы хотел... Кстати, в свое время я ввел передачу, то ли один из нас, то ли... Ну, тоже рассматривали тему пожара. Защита деревянных домов. Очень эффективно, кстати, акации, помоя, гипсокартон. Гипсокартон тоже. Обшивка гипсокартоном, да? То есть это негорючий материал, драйвол, так называемый, да? И я бы порекомендовал еще, кстати, ваш адрес тоже, да? Заняться на рынке изучением таких вещей, как пиро-стикеры. То есть, вот представляете, подразделение, и туда по принципу стикера, наклейки, вклеивается специального состава стикер. И, допустим, за искрил момент... Там же есть контакт, подразделение или выключатель, да? За искрило пиро-стикер начинает выделять углекислый газ. И все это дело, естественно, попадает в среду, которая не поддерживает горение, да? Все это тухнет. Вот такие моменты, и еще раз, решений на рынке огромное количество. И лучше, наверное, совет дня. Не ломайте себе голову, обратитесь к специалистам, они знают всяко лучше, какие решения вам нужно применять в тех или иных домах. Или это у вас дом 6х6, да? Или это хорома на тысячу квадратов, или это большой гараж из сэндвича, из каких-то других конструктивных материалов. Поэтому, обращаясь к специалистам, еще раз, схемы защиты прокладки кобелей, это Карсену Птицыну и его коллегам из магазина «Эликом». Ну, мы с вами ненадолго прощаемся. У нас с нашими партнерами, которые предоставляют нам замечательный приз, генератор на 7 кВт, остается еще одна тема. И вот про эту тему мы поговорим отдельно, потому что «Эликом» является фактически единственным предприятием, которое на определенный процент, больше даже половины, потребляет свет не от сети, а догадается от чего. И об этом мы поговорим позже. Субтитры создавал DimaTorzok